22 населенных пункта Югры посетила поликлиника на колесах за сезон. Врачи мобильной бригады подводят итоги осенне-зимней навигации в удаленные поселения. Передвижная поликлиника проехала по Нефтьюганскому, Кандинскому, Ханты-Мансийскому и Нижневартовскому районам. В составе бригады работали врач общей практики, кардиолог, гинеколог, офтальмолог, хирург, рентгенолог и другие специалисты. Короткие сроки жители сельских поселений смогли пройти узких специалистов и необходимые процедуры. Особенно востребованы ультразвуковые исследования. Чаще всего у пациентов диагностировались апистархоз, хмочекаменная болезнь, воспалительные процессы, патологии щитовидной железы. При выявлении недугов доктора направляют на дообследование в районные больницы или окружные центры. Добавлю медицинскую помощь от врачей передвижной поликлиники в этом сезоне получили более 3000 человек. Каждая третья клиника Югры попала в программу модернизации первичного звена здравоохранения. О планах сообщил в своем телеграм-канале директор окружного Депздрава Алексей Добровольский. До конца 2025 года планируется завершить строительство семи объектов здравоохранения. В их числе участковые больницы в Приобье, Кедровом, поликлиники в Пойковском и Кандинском, врачебная амбулатория в Луговом и ряд других объектов. Реконструируют терапевтическое отделение поликлиники Югорской городской больницы и поликлиническое подразделение Федоровской горбольницы. Также в Югре планируют отремонтировать 17 учреждений здравоохранения, расположенных в том числе в Пионерском, Радужном Урае, Ленторе и других населенных пунктах округа. 2600 тонн гуманитарной помощи в этом году отправили югорчане на Донбасс. В эти дни в Сургуте упаковывают последние в этом году партии коробок с помощью для жителей освобожденных территорий. Объемы отсылаемых грузов за этот год выросли более чем в два раза. К работе, как говорят в гуманитарном добровольческом корпусе региона, подключаются все больше людей. Так только работники Сургутской администрации за этот год собрали для линии боевого соприкосновения более 800 коробок добра. Сейчас добровольцы собирают посылки как для бойцов СВО и жителей Донбасса, так и для раненых солдат, которые находятся в госпитале Ростова-на-Дону. Накануне Югра взяла под патронаж больницу, сейчас там работают югорчане, которые помогают медикам в уходе за ранеными. Для них собирают перевязочные материалы, медикаменты и вещи. На сегодняшний момент очень требуется для этого госпиталя салфетки влажные, трусы, носки, футболки, костыли обязательно, коляски, инвалидный пол. Ну и вообще сладости. Чтобы стать добровольцем вообще, можно просто обратиться к нам, помогать нам на складах, помогать в пунктах приема гуманитарной помощи. Для того, чтобы попасть в Ростов, в новый госпиталь, нужно также оставить заявку у нас на сайте. За неделю до праздника у каждого третьего югорчанина появилось новогоднее настроение. Это показывает опрос, проведенный сервисом «Суперджоб». Респондентами выступили экономически активные граждане. Так, 34% югорчан находятся в приподнятом расположении духа и чувствуют новогоднее настроение. 11% опрошенных признались, что имитируют радость ради близких. 40% респондентов не скрывают отсутствие новогоднего настроения. Женщины радуются приближению праздника чаще мужчин – 35 и 33% соответственно. Новогоднего настроения больше у респондентов, которые зарабатывают от 80 тысяч рублей.